Добрый вечер, это программа «Больше чем новости» на телеканале Югра. Я, Елена Келян, только в субботнем эфире мы рассказываем чуть больше. Анализируем, проводим эксперименты, говорим по душам и ставим опыты. В ближайшие 40 минут все, чем жила Югра на этой неделе. В Сургутской школе номер 31 кипели страсти. После драки шестиклассниц здесь прошла проверка. Специалисты местного департамента образования все эти дни пытались восстановить события того урока. Помогали свидетели конфликта. Вердикт виноваты обе. С травлей, которая продолжалась несколько лет, школьникам помогут справиться конфликтологи. А того самого учителя физкультуры ждет дисциплинарное взыскание. В описании событий разнятся, но то, что это были единичные удары с двух сторон, это мы подтверждаем. Вероятно, как раз момент начала этого конфликта, который, возможно, можно было бы остановить уже на самом начальном этапе. Вот где-то учителя в этом отношении. Мы говорим о том, что здесь было недостаточно. Сами девочки провели неделю в больнице. По заключению врачей поступили они с легкими травмами. Школьницы продолжат учиться вместе. Просьба о переводе кого-то из них в другой класс руководителю школы пока не поступала. Это больше, чем новости. Смотрите далее в нашей программе. С кем дружить будем? Зачем югорчане поехали в гости к сербам? И с кем уже наладили партнерские отношения? Расскажем, как Югра устанавливает международные связи. Талоны к врачу спросили с губернатора. Поведаем, как прошла онлайн-конференция, посвященная здоровью. Что спрашивали и что теперь будет? Новый сервис. Как он поможет югорчанам попасть к врачу? И что делается в округе, чтобы медицинских специалистов на всех хватало? Расскажет Милана Поварницына. Медведи, флаги, кедры и корона. Каким будет герб Югры? И что зашифровано в символах? Секреты Геральдики постигала Анна Шуркевич. Заболевшие полетом или жизнь в потоке? Можно ли преодолеть законы земного притяжения и при этом стать чемпионом? Расскажем далее. Студия нашей окружной телерадиокомпании Югра вновь стала площадкой для онлайн-конференции. В этот раз югорчане вместе с губернатором Югры обсуждали здоровье. Такую тему выбрали сами жители региона. Разговор длился без малого три часа. В прямом эфире ответили почти на 40 вопросов. Югорчан интересовала тема льготных лекарств. В Югре, напомню, льготой пользуются почти 345 тысяч человек. Спросили также о бесплатном питании для детей до трех лет. Его получают 40 тысяч маленьких югорчан. Активно обсуждалась необходимость вакцинации от гриппа. Сезон заболеваемости ОРВИ еще впереди. Более 300 тысяч югорчан уже поставили прививки. А до 15 октября в поликлинике поступит новая партия препаратов. Что позволит привить еще почти 800 тысяч человек. Талоны к врачам. Об этом на онлайн-конференции говорили особенно подробно. Сами югорчане отмечают, что попасть на прием порой большая проблема. А многие проходят настоящие квесты, пока не окажутся у нужного специалиста. Хотя обеспеченность врачами в округе 50 специалистов на 10 тысяч человек. Это один из лучших показателей в России. Тем не менее, привлечение медиков, особенно в село, остается проблемой. Это понимают и в департаменте, и в окружном правительстве. Как в Югре преодолевают проблему, а также о новых услугах в здравоохранении, расскажет Милана Поварницына. Лидия Потапова по факту администратор, а на деле регулировщик. Распределяет потоки пациентов. Одних направляет к нужным врачам, других записывает на прием через терминал. К сожалению, уже нет. Это надо с утра подойти к 7.30. Вот, к 7.30 подойти. Но надо прийти лично. А можно записаться к врачу, даже не выходя из дома. Через госуслуги и портал пациента. В этом году так сделали уже 250 тысяч югорчан, а это четверть миллиона человек. Тем не менее, еще очень многие не привыкли к новым технологиям. И по-прежнему стоят в очередях и ждут выгрузки талонов. Обычно как бы через терминал. Всегда, в принципе, есть доступные места по времени, на какого угодно. А в очереди ведь приходится? Ну, в очереди я не скажу, что прям так стоишь долго, ждешь. Мы на учхозе живем. Ехать надо с утра сюда. Мы не успеваем. В очереди большие. На запись придешь, вообще не протолкнуть. Ну, есть ведь интернет. Можно через интернет записаться, а не стоять в очереди. Я в интернете не понимаю. У меня что, уже 75-е годы, я что там понимаю. Между тем, запись через интернет – это просто и удобно. В электронном кабинете можно отслеживать свои талоны, видеть все медицинские организации округа. А чтобы завести его, достаточно создать свою учетную запись на портале госуслуг. Вы можете зайти на наш сайт. В нашем сайте есть кнопочка. Большим красным цветом выделена запись на прием к врачу. После того, как вы ее нажимаете, соглашаетесь с условиями, можете ознакомиться с инструкцией. Вы переходите на сайт региональной структуры, где происходит электронная запись. Другое дело, что талоны к специалистам особенно узкие. Не всегда есть. Жители Ханты-Мансийска и Нефтьюганска, к примеру, жалуются, что сложно попасть к детскому офтальмологу. А в Нижневартовской поликлинике сложная ситуация с кардиологом, нефрологом и гематологом. Специалистов не хватает, а те, которые есть, загружены. К тому же от авралов никто не застрахован. Недавно в детской поликлинике столицы Самотлора на больничный ушли сразу пять врачей. Три участка принимает. Один педиатр. Народу полной коридора и не попасть. Вот отстояла два часа, не попала на прием. Выведены дополнительные фельдшера на работу, на прием. Усилены руководителями этого структурного подразделения. Там заведующие педиатрическим отделением работают на приеме. То есть принимаются все усилия для того, чтобы укомплектованность была достаточной, чтобы наши пациенты не страдали. Сберечь время и нервы пациентов помогут будущее нововведение. В окружной больнице Ханты-Мансийска хотят ввести СМС-информирование о приеме к врачу. Это напоминание и вместе с тем возможность отказаться, если вдруг пациент не может прийти. В таком случае талоны не пропадут, их будут выгружать. А ветеранам попасть к врачу помогут специальные ассистенты. Они будут и записывать, и сопровождать. Но и это еще не все. Югре предлагают внедрить сервис отложенных врачебных консультаций. Что это значит? Допустим, вы попытались записаться к врачу, но не получилось. Оставляете свои контакты, указываете причину обращения, и все время вам организуют прием. Это как лист ожидания, который уже сейчас используют врачи. Только вместо записи в блокнот, по старинке, это будет электронный сервис, работающий в режиме онлайн. Все это, конечно, точечное решение кадровой проблемы. Если говорить о системной работе, то она тоже ведется. Ставку делают на обучение собственных медиков. В Югре есть две основные кузницы кадров. Сургутский государственный университет и Ханты-Мансийская медицинская академия. Она каждый год выпускает 70 врачей и больше 100 специалистов среднего звена. 96% выпускников находят работу по специальности в округе, и очень многие в родной ОКБ, где они проходят практику с первого курса. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Здравствуйте. Присаживайтесь. Бадуртин Сайтаджиев как раз из новой смены. В окружной больнице ему знакомо все со студенческой скамьи. Он поработал и медбратом, и участковым терапевтом. Потом Бадуртину предложили попробовать силы в стационаре. Он согласился, не раздумывая. Возможности во всех, скажем, отраслях развиваться. Понравилось само медицинское оборудование, именно чтобы больницы носить, скажем так, один из больших таких высших уровней нашей Федерации. На достигнутом в Ханты-Мансийской академии останавливаться не намерены. В планах открыть как минимум четыре новых специальности ординатуры для подготовки таких востребованных узких специалистов, к примеру, врачи-офтальмологов. Округу не надо будет заказывать целевые места в других регионах. Целевой прием – это очень сложное направление, потому что сложно с законодательством. Не всегда по целевому приему обучающиеся возвращаются в округ. Лучше обучать своих, которые приросли здесь корнями, уже соответственно. И вероятность того, что они покинут регион, намного меньше. Особенно, когда они видят престижность и перспективность работы в регионе. Поэтому в ОКБ врачам дают возможность расти, вести научную работу и участвовать в конференциях. К тем, кто помоложе, прикрепляют наставников, а более опытным не позволяют выгорать. Мы применяем такую, так называемую, вертушку. Когда врач, который работает на участке, он может на месяц переводиться для работы в отделении терапевтическом или в приемном отделении, для того, чтобы он видел немножко шире спектр терапевтической патологии и потом применял эти полученные знания уже на участке. Решать жилищные и социальные вопросы – тоже задача номер один. А в этом плане помогают и сами муниципалитеты, и округ. В Нижневартовске, к примеру, в этом году открыли доходный дом, где живут в основном медицинские работники. Здесь они могут арендовать квартиру, а медицинские учреждения компенсируют сотрудникам 50% стоимости найма. Милана Поварницына, Елена Составова, Ильдар Муратов, Рамиль Хайрулин. Специально для программы «Больше чем новости». С октябрем в страну пришли и перемены в законах. Например, некоторым бюджетникам индексируют зарплату, увеличат пенсию военных. Жителей многоквартирных домов теперь не будет раздражать постоянно сменяющаяся череда постояльцев-хостелов. Устраивать их в обычных квартирах запрещено. В гостиницах, общежитиях, на балконах и лоджиях нельзя использовать открытый огонь. То есть шашлыки прямо за окошком не пожаришь. Теперь россияне будут есть больше фруктов и полезных сладостей. Для этого приняли сразу две меры. Фрукты должны подешеветь. НДС на них снизили в два раза – с 20 до 10%. А налог на пальмовое масло наоборот увеличили. НДС на этот продукт вырос с 10 до 20%. Эти дополнительные 10% собираются направить в помощь производителям молочной продукции. Жестче теперь будут следить и за соблюдением отметки 18+. Хочешь смотреть взрослое кино или книгу с пометкой – предъяви паспорт. У Югры появился новый друг. Точнее, не один, а примерно 7 миллионов. Правда, живут они далековато. Примерно в пяти тысячах километров от нас. Это я о сербах. На этой неделе в балканской стране побывала югурская делегация во главе с губернатором Натальей Комаровой. Чиновники, врачи, общественники и глава региона встретились с премьером, несколькими министрами и председателем народной скупщины. Так называется законодательный орган Сербии. О чем договорились югорчане и балканские политики, знает Анна Ширкевич. Остроганина – это ваше? Это наше. Остроганина – это сырая рыба, это блюдо, которое используют в своем рационе коренные народы. Остроганины на столах в русском доме не было. Но здесь, в Белграде, такие простые югорские сладости, как варенье из морожки, конфеты и халва из кедрового ореха, стали диковинами для соотечественников. Большинство собравшихся уже родились в Сербии и в России не были вовсе. Поэтому встреча с губернатором Югры – это как виртуальное путешествие в такую далекую родную страну. У вас есть ли программы, какие-нибудь сотрудничества с соотечественниками? Есть. Кто-то захочет путешествовать и заинтересуется нашим краем. Мы очень рады будем продемонстрировать его. Здесь, в русском доме, за большим столом поступило предложение обменяться делегациями бессмертного полка 9 мая, чтобы югорчане прошли со штендерами в Сербии, а соотечественники приняли участие в шествии в Югре. Кстати, в Сербию накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прибудет медиа-экспедиция «Победа одна на всех». Активисты на раритетных авто «ГАЗ-М20» проедут по улицам Белграда, встретятся с ветеранами и возложат цветы к мемориалу славы. Его, кстати, к тому времени уже обновят. Ну а пока здесь идут работы. Это не смутило югорскую делегацию. Именно с возложения цветов и началась программа в Сербии. Белград встретил югорскую делегацию дождем. А осадки, как известно, приносят удачу. Фортуна никогда не была лишней, особенно в вопросах международных. Суеверия суевериями, а взаимная заинтересованность в партнерстве делает свое дело. Югра и Сербия будут сотрудничать. Бизнес-сообщество в этом заинтересовано. Югра может предложить медицинский и этнографический туризм. Сербия – познавательный и гастрономический. А еще есть древообработка, нефтяная отрасль, обмен профессионалами и студентами. Мы договорились обменяться и направить адресные, точечные предложения по этому спектру вопросов, которые мы обсудили. И уже в дальнейшем, я думаю, мы в течение этого года определим направление конкретное. Я думаю, организуем совместную бизнес-миссию с точки зрения приезда сербских предпринимателей к нам. И уже там будет какая-то конкретика, какие-то соглашения подписаны. Очень приятно. Наталья. Анатолийский автономный округ. Драгомитесь. Добро пожаловать. Эти возможные соглашения Наталья Комарова обсудила с премьер-министром Сербии Анной Брнабич. Разговор коснулся и культуры наших стран. Анна Брнабич предложила пригласить на кинофестиваль «Дух огня» сербского актера Милоша Биковича. София, скажите ему, чтобы он говорил нормально. Югру и Сербию также объединит труд, точнее занятость и безопасность сотрудников на рабочем месте. Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с Зораном Джорджевичем, министром труда, занятости и социальных вопросов страны. И еще один трек, где все очень позитивно развивается, это проблематика трудоустройства. Здесь очень много российских компаний в Сербии, которые много инвестируют. Кроме того, многие сербы работают в России. Будем продолжать. Кроме того, еще направление – это сотрудничество области безопасности на рабочем месте. Я посещала тематическое мероприятие в Москве, видела, что у России очень хороший опыт здесь, и мы хотели бы этот опыт как-то применять и в Сербии. Хочу заметить, что у нас есть свой опыт, основанный на, может быть, уникальных проектах и для нашей страны, в области создания безбарьерной среды для инвалидов, оказания им помощи и услуг, необходимых для того, чтобы такое большое количество людей с инвалидностью чувствовало себя в своей стране, в обществе необделенным, а активным единицей гражданского общества. Мы поставили на социализацию, на создание условий для того, чтобы люди не чувствовали ограничений. Это только начало партнерских отношений между Югрой и Сербией. Теперь, после такой плодотворной поездки нашей делегации в Восточную Европу, стоит ждать гостей в Западную Сибирь. Сербия славится своими пекарнями. На каждом углу в Берлграде есть вот такая небольшая забегаловка со свежим хлебом. Причем его смогут попробовать югорчане. И для этого не надо будет выезжать в Сербию. Сербия приедет к нам на товары с земли югорской. Анна Шуркевич, Леонид Щемляков, телерадио компания «Югра». Специально для Больше чем новости. Еще одна важная миссия, с которой Наталья Комарова посетила Белград, участие в форуме «Женщины, лидеры и устойчивое развитие». Губернатор Югры стала спикером на ключевой дискуссии «Женщина и семья». Главный вопрос – возможно ли равноправие в ячейках общества. Так уж повелось исторически, что женщина ведет хозяйство, воспитывает детей, готовит еду, поддерживает порядок. Только современная женщина совмещает все это с карьерой. И сейчас зачастую у прекрасной половины человечества на создание семьи просто не остается сил и времени. Эту сферу женщины отодвигают, предпочитая работу и саморазвитие. Как отметила Наталья Комарова, в силах государства поддержать женщин, создать условия для совмещения двух ролей – матери и профессионала. Обеспечить такой баланс можно, лишь сняв с женщины нагрузку за счет адресной помощи. Именно финансовая независимость женщины приводит к более справедливому распределению домашних обязанностей и одновременно укрепляет драк. И наш опыт по вовлечению в социальное предпринимательство, в деятельность некоммерческих организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций женщин, говорит о том, что это очень перспективное направление. В нашей стране наш опыт признан одним из лучших. Что касается международных отношений, только за прошлый год делегации региона побывали за границей полсотни раз. Официальных визитов представителей других стран было около 40. На территории Югры провели 33 международных мероприятия. Это выставки, форумы, фестивали. Например, IT-форум – площадка для обмена опытом в области передовых информационных технологий. Уже который год собирает представителей более полусотни стран БРИКС и ШОС. С ЮАР заключено соглашение о сотрудничестве в области энергетики и вторичной переработки углеводородов. Впрочем, когда мы говорим о международных связях Югры, имеем в виду не только экономические контакты. Дух огня, например, давно объединяет кинематографистов из разных стран. Еще Югра активно поддерживает соотечественников в других странах и продвигает русский язык и культуру за пределами России. Только за последние два года школам Киргизии и Таджикистана передали больше трех тысяч учебников. Налажена связь с отечественниками в Германии и Чехии. Югра активно сотрудничает с ООН, Всемирным банком, ЮНЕСКО, Северным форумом, Конгрессом местных и региональных властей, Совета Европы и Ассоциацией оленеводов мира. Каким быть гербою Югры? На этой неделе началось общественное обсуждение эскиза геральдического символа региона. Выбрать можно один из четырех вариантов. Еще несколько лет назад геральдический совет при президенте России заключил, что существующий символ составлен не по правилам. Он не отвечает статусу и достоинству региона. Сейчас еще можно высказаться по поводу новых вариантов. Через неделю, 15 октября, намечено итоговое обсуждение по видеосвязи. Подключиться к нему смогут все города Югры. Итак, на выбор четыре варианта. Центральная фигура герба – двуглавая птица из преданий хантов и мансий Кат Ухупвой. Корона, вызвавшая много споров – символ автономии Югры. По бокам – священные для коренных жителей Югры медведи. По поверьям, именно они были хранителями земли и хозяевами тайги. В Геральдике олицетворяют силу и предусмотрительность. В лапах у медведей – флаги. Они подчеркивают особое почетное место региона в России. Кедровые ветви внизу напоминают о нашей принадлежности к Западной Сибири. Еще один важный элемент – это девизная лента с надписью «Делами Великая». Это слова из гимна Югры. Варианты немного различаются по цвету и некоторым деталям. На диске зами работала целая авторская группа. Ее руководитель – главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру». Он придумал гербы для нескольких десятков городов России. Юрий Росич рассказал нам, какой короной наградили Югру и почему флаги держат медведи. Юрий Юрьевич, вы один из создателей нового герба Югры, но хотя так называть нельзя, потому что старый герб – это вовсе не герб, это эмблема. И, я так понимаю, правилам героидическим он не соответствует. Почему? Вот изображение современного герба округа. В нем целый ряд нарушений. Это, во-первых, венок, который символизирует тот статус, который имеет субъект федерации на настоящее время. А лента, которая является лентой Андрея Первозванного, округа не награждена, с надписью к тому же еще. Плюс корона, в которой герб увенчан, она тоже не соответствует статусу субъекта федерации. Это вообще не корона, это некий элемент орнамента национального какого-то. Такого фасона короны никогда не было и поэтому тоже не может использоваться. В совокупности всего этого будет достаточно, чтобы герб мог получить регистрацию, и поэтому возникает постоянный опрос о его доработке геронической. Вы создали всего четыре эскиза, которые вынесли на обсуждение югорчан. Чем они отличаются? Естественно, в процессе работы было обсуждать самые разные варианты. Было очень много вариантов птиц, могу показать. Например, было пять разных прорисовок с разными стилизациями. Более агрессивные, более сказочные, там есть глухарявые годы где-то, ну и так далее. То есть это все обсуждалось, и у нас решение, какой вариант лучше. То же самое было и с короной. Мы обсуждали разные варианты короны. Соответственно, от прошлой земельной до княжеской или другие хворилищные вариации. Прошлый эскиз герба, он не прошел общественное обсуждение. Югорчане не приняли его, не боитесь ли, что и с этим гербом такая же история сложится? Я не боюсь такой ситуации, потому что в моей практике это случается не так уж и редко. Поэтому, в конце концов, решать, каким герб должен сам регион и его жители. Он должен отображать именно их представление о своем лесовом регионе. Поэтому это всего лишь проект, естественно, который должен обсуждаться. В нем могут носиться изменения в зависимости от мнения, высказанных на обсуждениях. Это все возможно, и это будет, естественно, приваться внимание. Есть такая возможность, что после обсуждения этого нового герба вы сможете вставить какие-то изменения? Или все-таки Геральдика такая наука о канонах, и все что угодно вы поменять не сможете? Точнее, какие-то пожелания югорчан включить не сможете? Нельзя положить некие элементы или изменения, которые эти правила не соответствуют. Если эти элементы, предложения, которые поступят, будут в духе геральдических правил, при этом они будут еще следствовать духу самого истории региона, его особенностей, тогда, конечно, мы эти предложения рассмотрим и будем готовы их реализовать. Если предложения просто будут сделаны таким образом, что они и правила нарушают, и историю не учитывают, и прочие какие-то особенности, которые обсуждались раньше на обсуждениях, вообще за последние 20 лет, много раз этот вопрос возникал, поэтому нельзя просто так что-то положить и сказать, что вот такой вариант и правильный. Любой герб – это в реальности некий консенсус, достигнутый при обсуждении с администрацией, с жителями, с геральдическими специалистами, с художниками и так далее. Что все-таки даст региону включение герба региона в геральдический реестр? Есть общая система геральдическая в стороне символов, общая для всей страны в целом. И если какой-то один элемент из нее убивается, то и общая картина становится не совсем правильной. Это первый аспект, а есть и более практические моменты. Например, так как в округе располагаются различные ведомства, то для создания их эмблем, конкретно их эмблем, нужен официально утвержденный и зарегистрированный символ самого округа. Естественно, и из других аспектов, все-таки огромный регион должен иметь герб, который правильно соответствует, иначе просто неприлично. Спасибо вам за это интервью, Юрий Юрьевич. Спасибо вам. Ровно год остается до старта всероссийской переписи населения. На этой неделе официально началась подготовка. Югре перепишут 1 миллион 700 тысяч человек. Почти 120 населенных пунктов, в том числе труднодоступных. В этот раз можно будет и самим заполнить анкеты в электронном виде на портале госуслуг. Привычные переписчики тоже будут, но по домам и квартирам будут ходить с планшетами. Распросят о семейном положении, национальности и знании языков. Подробнее узнают об образовании, доходах и переездах ради работы. Всего зададут 23 вопроса. Перепись населения абсолютно конфиденциальна. Статистики не нужны, наши персональные данные, а лишь цифры. Уже в конце 2020 года мы узнаем количественный и качественный состав населения страны. Это больше, чем новости. И вот что еще обсуждали на этой неделе. В Югре снова выберут директора Департамента социального развития. Прежний руководитель Светлана Дивиденко покинула пост СИЗИ с переездом в другой регион. Сейчас готовятся материалы для оценки кандидатов. А вот 15 октября начнется прием документов от соискателей. Им предстоит пройти общественную оценку в рамках конференции с участием экспертов в этой области. Кроме того, они выступят в теледебатах в эфире нашего канала, где представят свое ведение работы на посту. Участниками заключительного этапа станут три кандидата, набравшие наивысшие рейтинги. Их пригласят на собеседование губернатора округа. В Югре по инициативе Минэкономразвития откроются центры «Мой бизнес». В них по принципу одного окна предприниматели смогут получить 400 услуг. Здесь же для начинающих бизнесменов будут проводить консультации и мастер-классы. Первый такой центр откроют в декабре в Сургуте. До конца года они также появятся в Нижневартовске и Нягоне. В следующем году услугой нового центра смогут воспользоваться в Ханты-Мансийске и Нефте-Уганске. Благодаря запуску проекта ожидается, что число занятых в сфере малого бизнеса увеличится. И к 2024 году составит 230 тысяч человек. Проект «Ханты-Мансийск. Новогодняя столица» вошел в топ-20 событий по Уральскому федеральному округу. Региональный этап конкурса «Маршруты России. События России» прошел в Новосибирске. Он собрал около сотни мероприятий со всей страны. По мнению экспертов, югорский проект задал высокий уровень организации. Отмечу, прошлой зимой в рамках проекта «Ханты-Мансийск. Новогодняя столица» Югру посетили около 40 тысяч туристов, в том числе из Китая, США, Нидерландов и Франции. Начало октября – праздник для учителей. В наших реалиях именно эти люди проводят с детьми большую часть времени. Не просто дают знания, а помогают раскрыть таланты своих учеников. Что мы знаем об учителях? В Югре больше 13 тысяч педагогов. Большая часть работают в городских школах. Примерно 2 тысячи – в сельских садах и школах. Треть специалистов имеют высшую квалификационную категорию. Средний возраст педагога – меньше 35 лет. Но молодые не значат неопытные. Педагоги округа идут в ногу со временем и используют передовые образовательные программы и проекты. День учителя в Москве отметили большой конференцией «Эд Кранч». Необычное название для русского уха. «Кранч» с английского переводится как «грызть», а «эд» – это начало слова «эдюкейшн». Получается вариация знаменитого выражения «грызть гранит науки». Югра не могла пропустить самую престижную образовательную конференцию страны. На выставке цифровых инноваций округ представил свои разработки. Губернатор выступила на панельной дискуссии. Департамент образования и молодежной политики подписал договор о сотрудничестве. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Здесь можно найти все – и макет скелета человека, и очки для виртуальной реальности. «Эд Кранч» – это площадка, где любые фантазии фантастов притворяются в жизнь на благо образования. Югра буквально открывает выставку цифровых проектов. Причем округ – единственный регион России, который здесь представил собственную цифровую платформу. Эта разработка позволяет школьникам и их родителям составлять собственный учебный план с учетом личных приоритетов. Родитель вместе с ребенком выбирает тот образовательный маршрут, который они хотели бы реализовать. Например, вы хотите реализовать математику, изучать на углубленном уровне и, например, изобразительное искусство в качестве профильного предмета. Такого профиля есть и смотреть нет. Но вместе с тем, учитывая особенности развития вашего ребенка, что ребенок интересуется как математикой, так и искусством, образовательная организация может сформировать индивидуальный учебный план для ребенка. То есть Югра движется к персонифицированному образованию в школе. Классы, как таковые, уйдут в прошлое. Появятся параллели. Каждый ученик, который будет учиться, по собственной программе. Сейчас такую форму работы тестируют в 22 школах Югры, то есть в каждом муниципалитете. Цифровой инструкционный центр. Да, очень правильно. Штаб должен быть всегда в любой отрасли такой важный бизнес. В школах Югры будут применять и мировой опыт обучения, в том числе преподавать профильные предметы на английском языке. Округ уже сделал первый шаг в этом направлении. На конференции Эд Кранч подписали соглашение с Казахстанским фондом Назарбаев интеллектуальной школы. У фонда есть очень интересный опыт трансформирования системы. Там 20 школ, которые курирует фонд. Это международные программы, программы международного уровня, очень высокого класса. Ребята, которые проходят эти образовательные программы, имеют международные сертификаты, которые признаются в других странах. И разрабатывались эти образовательные программы совместно с ведущими образовательными центрами мирового уровня. Выпускники этих программ в совершенстве владеют английским. Даже экзамены по техническим дисциплинам сдают на иностранном языке. Чтобы перенять опыт, югорские педагоги в скором времени отправятся в Казахстан. Образование международного уровня в разы увеличит человеческий капитал нашего округа. Эксперты, которые сформулировали, что такое человеческий капитал, определив то, что это в том числе и инвестиции, долгие капитальные вложения в образование человека индивидуально. Да, вот он этим и характеризуется достаточно для каждого конкретного человека. Коснулись и среднего профессионального образования. И они, к сожалению, попадают зачастую в достаточно маргинализированную среду СПО. Ну, по факту, да, звезды, бриллианты есть, но в общей массе 52% детей мы собственными руками выталкиваем СПО. Среднее образование, наоборот, становится все более престижным. Это подтверждают цифры. Сейчас в 18 югорских колледжах учатся 16 тысяч студентов. Конкурс на некоторые специальности, в основном инженерные, 8 человек на место. Я, безусловно, поддержу Андрея Антона в том, что среднее профессиональное образование – это самодостаточный и очень правильный ход, особенно на современном этапе, для того, чтобы молодой человек получил знания, профессию, науки, по сути, своей, то, за что мы боремся, для того, чтобы социализироваться во взрослой жизни. За такие откровенные дискуссии и любят Эд Кранч. Пожалуй, это то место, куда мечтает попасть каждый педагог нашей страны. Концентрация самых передовых разработок и талантливых педагогов здесь зашкаливает. Важно и то, что Эд Кранч проводят в регионах. Югра, Ханты-Мансийский автономный округ, является в числе лидеров по цифровой трансформации именно образовательной среде. Мне очень нравится, что администрация региона уделяет большое внимание, в том числе и повышению квалификации учителей. Югра стала одной из пяти площадок, где есть своя собственная площадка конференции Эд Кранч. Первый раз форум провели на IT-форуме. И в Москве нас заверили. Это была не разовая акция. Талантливых педагогов в Ханты-Мансийске соберут снова. Павел Желтого, Анна Шуркевич, Леонид Чемляков. Телерадиокомпания Югра. Специально для программы «Больше чем новости». Более тысячи партий, 25 игровых дней, около миллиона ходов. 127 проигравших и только один победитель. Накануне в Ханты-Мансийске подвели итоги Кубка мира по шахматам. 128 сильнейших грузмейстеров мира в пятый раз боролись в югорской столице. Были и красивые партии, и досадные поражения. Например, ошибка российского шахматиста в одной четвертой оставила его не только без полуфинала, но и без волос. После обидного поражения Никита Витюгов постригся наголо. Конечно, все внимание было приковано к финальному поединку. Азербайджанец Тимур Раджабов и китаец Дин Ли Жень боролись за победу пять дней. И только после шестой партии тайбрейка определили сильнейшего. Дважды в пятиминутных партиях лучшим оказался Раджабов. Он получил престижное звание и стал богаче на 110 тысяч долларов в США. Так я, в принципе, доволен, потому что я довольно агрессивно играл, и мне это все-таки приятно. Я так хотел в какой-то из партий хлопнуть дверью, а хлопнул дверью во всем турнире. Так что, как бы, бывает и такое. Я очень рад, что такое отношение действительно здесь, на самом высоком уровне. Поэтому, в принципе, все очень чувствуем комфортно, конечно. И, естественно, здесь приятно играть, потому что на таком уровне все делается. И просто никаких нареканий. Полеты не во сне, а в трубе. Две сургутские школьницы на этой неделе вернулись в Югру с серебряными медалями Кубка Урала по аэротрубному спорту. 1.14, 2.8. Спорт тоже молодой, ему всего три года. Но возможность париться над потоком воздуха понравилась многим. Уже в ноябре в Сургуте пройдут первые окружные соревнования. А весной – всероссийские. Спортсмены говорят, что летать в аэротрубе все равно, что сходить в горы или прыгнуть с парашюта. Драйв, адреналины и заряд эмоций в воздухе зашкаливает. Феномен свободного полета в закрытом пространстве изучала Ольга Придоха. Это самое сердце аэротрубы. Вентилятор начинает крутиться, создавая поток ветра. Дальше ветер проходит к лопаткам, которые придают ему направление. Максимальная скорость ветра, которая может быть здесь, до 300 км в час. Где-то там, сверху, метров двух от нас, кто-то сейчас преодолевает законы земного притяжения. Но прежде нужно изучить матчасть. Без особой подготовки человек просто не справится с полетом. В открытом воздухе нужно быть немного гимнастом и чуть шахматистом. То есть мыслить стратегически. В аэротрубе в первую очередь нужно себя вести спокойно максимально. Не напрягаться во время полета, не нервничать. Полетное положение выглядит лежа на животе, горизонтально. Таким образом голова смотрит вверх и небольшую форму полумесяца образует туловище. Ноги слегка согнутые в колени. Это самый простой способ полета. Любители пытаются это делать на спине или сидя. И только профессионалы пробуют парить в воздухе вниз головой. У спортсменов аэротрубного вида спорта есть даже свой язык жесток. Полеты в аэротрубе сравнительно молодой вид спорта. Корнями ведет к парашюту. И там, и там спортсменов привлекают драйв открытого падения. Что мне нравится в этом спорте, это ощущение полета, не то чтобы невесомости, а свободы. Свободы падения и то, что ты умеешь управлять своим телом в потоке. Ты чувствуешь его на все 100%. К сургутянке Ирине Бардаковой 14 лет. На этой неделе она вернулась из Екатеринбурга, где проходил Кубок Урала по аэротрубному спорту. Вернулась не с пустыми руками, а с серебром. От золотой медали ее отделили сотые доли балла. Вместе с ней в Екатеринбург на первые в своей жизни соревнования поехала и 8-летняя Марина Шилова. Выражаясь языком спортивным, в потоке девочка всего год. Но уже умеет делать сальто, ласточки, бочки и спирали. Она, кстати, так же, как и ее старшая коллега, стала второй среди уральских спортсменов. Самое сложное было сальто. Я его делала, научилась, но потом в самый нужный момент потеряла. А с парашютом прыгать хочешь? Да, мне попадалось на день рождения, такое будет. Очень сильно хочется. Я еще на это очень сильно думаю. Мы уже ездили на аэродром. Местный парашютист нас уже знает. Бывалые спортсмены говорят, что заболевший полетом однажды уже от своей мечты не откажется и обязательно пойдет дальше, в большое небо. И возраста у этой мечты нет. Три года назад аэротруба была призвана официальным видом спорта. Через пару лет во Франции на Олимпийских играх, возможно, такие спортсмены тоже представят его. Для них важна не только ловкость и сила, а еще желание и вера в чудеса. Ольга Фредоха, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Лебра». Специально для программы «Больше чем новости». Югру на этой неделе атаковали дикие животные. В центре Сургута среди бела дня появилась лисица. Визит рыжей красотки вызвал ажиотаж в соцсетях. Горожане обсуждали, вышла ли она в город в поисках еды. Опасно ли, может ли заразить бешенство. Олангипасцев напугал медведь. Косолапый бегал по улицам города. Столкновения с человеком не произошло. И лиса, и медведь как пришли, так и ушли с миром. Что им нужно в городе, и как вести себя при встрече с дикими животными. В занимательной зоологии разбиралась София Исаак. Эй! Эй, иди сюда! Вот медведь в городе. Именно вот такое видео и подтверждает мысль иностранцев, что в России по улицам ходят медведи. Еще хорошо, что косолапый вышел на пробежку поздней ночью. Случай произошел на окраине Лангипаса, вблизи леса. Однако же, в черте города, бдительные жители сразу же позвонили в полицию. При высшей наряде полиции, ГАИ и ППС, была обследована территория, медведь не установлен. О данном факте было сообщено в администрацию города Лангипаса и Егорскую службу Нижневартовского района. В настоящий момент медведь на территории города не установлен. Скорее всего, он убежал в лес. Неожиданный визит хищника, к счастью, обошелся без последствий. Никто не пострадал. Однако этот случай заставил задуматься, что делать, если на пути повстречается медведь. Остановиться нужно, не бежать главное, все стоять. Медведь такой же зверь, обнюхает и уйдет. Ну что делать? Поприветствовать его. Не бежать, а кричать, на испуг его брать. Всего лишь. Не убегать от него. Испугаться, но не побежать, потому что постоять, пока он уйдет куда-нибудь. Убегу, наверное, в первую очередь. Буду кричать на помощь. Впрочем, убегать зоологи категорически запрещают. Медведь может бежать со скоростью 60 км в час. Логика животного такова. Если убегает, значит добыча. Он улететь не может, судя по всему. Летает. Плавает уже здесь 9-10 день. А в Сургуте лебедь отбился от стаи. Когда летел на юг, птицы подстрелили крыло. Вред людям лебедь, конечно же, не принесет, но скоро зима. И угорчане сообщили в соответствующей службе. Впрочем, спасать лебедя пока никто не торопится. Это, блин, лиса. Самая настоящая лиса. Ну а на этих кадрах рыжая красавица гуляет прямо в центре Сургута. Лисица сразу стала знаменитостью. Впрочем, для сургутян это не в новинку. В прошлом году лисицы уже выходили из леса в город. Специалисты говорят, что эти животные просто ищут еду. Появление вот таких пластичных животных, как обыкновенная лисица, не вызывает у нас, у зоологов, никакого удивления абсолютно. Другое дело, если вот те, кто наблюдал, и они оценивали какое-то аномальное их поведение, ну, я имею в виду, допустим, повышенное слюноотделение, значит, практически небоязнь человека, значит, допустим, кусать они могут других там животных, человека. Это, по сути, все признаки бешенства. Но для нашей территории оно не характерно. По словам зоологов, люди сами виноваты в том, что дикие животные выходят в город. Они их не только прикармливают, но и оставляют отходы вблизи леса, что, разумеется, привлекает зверей. Чтобы животные оставались в естественной среде обитания, специалисты попросту советуют человеку следить за чистотой своей среды. София Исаак, Елена Каткова при поддержке телерадиокомпании «Лангипас плюс» специально для программы «Больше чем новости». Такой была еще одна неделя для Югры. Следующую субботу мы вновь расскажем о переживаниях и радостях югорчан. До встречи.